Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я вас хочу научить готовить торт птичье молоко. Почему я выбрала этот торт? Потому что он очень доступен, легко готовится, быстро готовится. И самое важное то, что он низкокалорийный. Когда стол новогодний богат салатами, закусками и горячими блюдами, но десерт все равно необходим. И этот торт как раз нам подойдет для легкого десерта. Для приготовления этого торта нам потребуется 7 яиц, мука 200 грамм, сахар 600 грамм, шоколад 300 грамм, масло сливочное 200 грамм, желатин 20 грамм и какао. Наш торт будет состоять из двух полуфабрикатов. Выпеченного полуфабриката. Это будет у нас бисквитная лепешка. И плюс слой суфле. Для того, чтобы приготовить бисквитную лепешку, мы отделяем белки от желтков. Из желтков мы будем готовить бисквит, из белков мы будем готовить суфле. Ставим взбивать на быстрый кост. Пока взбиваются желтки, мы смазываем. Саша смажет мне лист. В муку добавляем какао. Бисквит состоит из одних желтков. Он получается очень густой. Поэтому мы можем смело добавить 100 грамм воды. В полученную массу добавляем муку, перемешанную с какао. Ровным слоем по противню. И получаем бисквитный пласт на 200-220 градусов. И ставим выпекать приблизительно на 10 минут. Пока у нас выпекается бисквит, мы желатин заливаем водой для набухания. Я это сделала заранее. В течение часа желатин набухает и приобретает вот такую вот у нас форму. Этот желатин мы будем добавлять в суфле. Поэтому мы должны добавить сюда 50 грамм сахара. Желатин мы ставим на плиту на слабый огонь. Здесь он у нас расплавляется. Доводим до кипения, но не кипятим. Мы будем готовить суфле. Мы варим сахарный сироп. Для этого сахар разбавляем с водой и ставим на плиту. Доводим до кипения и увариваем до тонкой нитки. Предварительно охлажденные белки мы ставим взбивать в взбивальную машину. Во время взбивания белки должны у нас увеличиться в 5-6 раз. И этим временем расплавляем желатин. То есть все делаем параллельно. Пока у нас есть свободное время, мы можем заняться приготовлением глазури, который будем покрывать наш торт. Для приготовления глазури мы берем 200 грамм масла сливочного и 150 грамм шоколада. Растапливаем на водяной бане. Желатин растворился отлично. Если останутся крупинки, можно его процедить через сито. Бисквит готов. Выкладываем и ровно распределяем по нашей лепешке. Застывшую нашу эту большую лепешечку разделим пополам, ровненько обрежем края и заглазируем шоколадом. И ставим в холодильник. Только не нужно ставить в морозильник, а просто в холодильник. Ему много времени не надо. Минут 30. Вы помните, что у нас был большой лист? Разрезали пополам, положили друг на друга, и у нас получился вот такой торт. Затем растопленным шоколадом мы глазировали, и у нас получился торт-суфле, покрытый шоколадной глазурью. Самый простой вариант. Кто не умеет пользоваться кондитерским мешком, можно взять обычный трафарет, наложить сюда и посыпать сахарной пудрой. Субтитры подогнал «Симон» Если у вас есть кокосовая стружка, вместо сахарной пудры можно использовать ее. Так, с Новым годом и приятного чаепития! Субтитры подогнал «Симон»